Четверка лучших разыграла медали 27-го турнира по мини-футболу. 22 декабря на полях спорткомплекса «Красная звезда» состоялись финальные матчи открытых областных соревнований на призы компании «Оша» в памяти Александра Веретяно. Турнир этот имеет протяженный период в своем проведении, что достаточно долгое время длится само соревнование и не теряет к нему интерес, он не охладевает. Это безусловно, такие вот мероприятия нужно поддерживать и развивать, даже с точки зрения того, что их на самом деле не так много, во-первых. А во-вторых, опыт этот нужно использовать при проведении других мероприятий. Было бы очень радостно, чтобы не только в футболе на снегу. Надо помнить о том, что турнир посвящен памяти человека, который его организовал. Это тоже та часть, собственно говоря, человеческой культуры, человеческого, наверное, уважения к людям, которые в своей жизни старались сделать что-то не только для себя. В поединке за третье место в этом году сошлись команды «Олимпийская деревня Огонек» и «У погибшего футболиста». Результативный эмоциональный и зрелищный матч завершился победой «Огонька» со счетом 6-3. Футболисты «Олимпийской деревни» попали в призовую тройку впервые. К этому успеху коллектив шел 6 лет. Можно сказать, что хороший результат, да. По игре, да, то есть, в общем, так можно сказать, что могли бы и лучше выступить, да. Ну, это футбол, тем более футбол зимний. Не каждый, как бы, может играть в него на снегу, я имею в виду, да. То есть, поэтому, ну, всех с победой, да, то есть, весь коллектив, то есть, спасибо организаторам, то есть, играю не первый год в этом турнире, то есть, все хорошо, то есть, условия все созданы для этого турнира. За чемпионство турнира боролись «Атон» и «ТГК-11» плюс «Омск РТС». Основное время матча было небогатым на голы, но зрителей порадовала бескомпромиссная жаркая борьба и неоспоримая воля к победе. Героем финала стал вратарь и капитан «Атона» Иван Самойленко, который в серии пенальти отразил два удара. Точны были и его партнеры по команде. «Атон» победил 4-1. В целом, ну, тяжелая борьба, как бы, да, в финале всегда достойные соперники играют, поэтому, в принципе, закономерная ничья, как бы, один-один, ну, повезло на серии пенальти чуть больше, чем сопернику, как бы. Ну, опять же, второй год в финале, то есть, ну, когда-то должны были выиграть. Вообще, в целом, как прошли по турниру, какие соперники были в этом году? Ну, турнир, как всегда, на высоком уровне прошел. В этом году начинали вот с основной сетки, так скажем, да, там прошли без проблем, в принципе. Попали в так называемую группу смерти, где было два треслома, да, прошлогодний чемпион, ТГК-финалист и мы, как бы, да, то есть, очень тяжелая группа была. Ну, как бы, думали, что с этой группой и будет команда в финале. Победители турнира были награждены переходящим кубком и денежной премией. Призеры соревнований денежными премиями, а участники команд дипломами и медалями. Также были вручены призы лучшим игрокам по амплуа. Команды победителя турнира!